Доброе утро, Видачи! Доброе утро! Со Старого Арбата, из Москвы, с Россией, с любовью. Ой, с такой Россией, с такой любовью. Большой и красивой любовью. Хихит с любовью. С Орловым и со мной. Боюсь, что сегодняшний видеоблог таки последний. Почему? Не дождутся. Судя по судьбе Салмана Ружди, датского карикатуриста и какого-то режиссера, которого они убили. Тео Ван Гога. Да, Тео Ван Гога. Тео Ван Гога убили, а художник-то остался, только сейчас на пенсию убил. А мы не знаем об этом. Как все знают? Может быть он же не такой известный, как Тео Ван Гога. Они как раз вот недавно убьют, что он уходит на пенсию. А уходит на пенсию. Он только сейчас... Ну может еще убьют. Может на пенсию живым. Может еще убьют. Хихит мечтает об этом. Салмана Ружди тоже где-то прячется. Короче, судя по их судьбе, нам грозит после сегодняшнего видеоблога очень тяжелая участь. Короче, мы хотим сегодня сами для себя решить вопрос. Да. Можно ли вообще в конце концов змеяться над центровыми или не центровыми фигурами того или иного религиозного культа? Можно ли шутить над участью и судьбой великих пророков или святых? Можно ли вообще хоть как-то проявлять иронию по отношению к постулатам той или иной религии? А я бы даже добавил, можно ли еще появлять некий юмор, анекдоты и так далее в отношении каких-то национальных и так далее. Сколько хороши там всякие армянские, еврейские и так далее, анекдоты. Знаешь, это разные вещи для меня. Да? Это разные вещи для меня. Я никогда не слышал, чтобы кого-то убили за еврейский анекдот. Ну да. Я не слышал. Пока я. Пока этого не знаю. Ну еще все впереди. Нет, подожди. В анекдотах рассказывают о людях. Ну да. Евреи, армяне, чукчи. Это люди, да? Это совсем не тот уровень претензий. Это не политический деятель. Да, совершенно верно. И даже не то дело, что политический деятель, он тоже человек. А это не религиозные фигуры. Это не святые. Ну да. Это не центровые лица некоего выстраданного веками мифа. Или не мифа. Или не мифа. Какого-то убеждения. Поэтому нет, нет. Я не смешивал бы здесь тему об анекдотах и тему о политических анекдотах с темой о карикатурах на религиозные темы. Нет. Для меня это вещи разные. Поэтому можно ли все-таки, так сказать, допустимо ли это? Это значит святотатство однозначно. Или это не святотатство однозначно. Поэтому, вот давайте по очереди. Саша, вот ты можешь пошутить, например, над Иисусом? Да. Я с удовольствием это сделаю. И не считая, что при этом я обижаю, во-первых, память Иисуса, это, пожалуй, самое главное. Да. И, как следствие, отношение к нему истинно верующих людей. Может, тогда уточняющий вопрос. Он очень интимный. Давай себе возможность пошутить. Ты являешься в этом религиозным человеком именно православным человеком? Нет. Я не религиозный человек, и уж точно не православный. Я могу повернуться Богом и многое станет. Понятно. А если бы ты был религиозным человеком, ты бы шутил? Нет. Уважаемый доктор Хэ. Да. Я не могу представить, кем бы я был. Я был бы другим человеком, я бы здесь не находился. Моя жизнь была Богом и... Все понятно. Хорошо. Ты не веришь в Бога. А разве тебе не кажется, что это невежливо по отношению... Где Юра? Юра. Дорогой... Мне кажется, да? Нельзя так однозначно говорить, ты веришь в Бога или ты не веришь в Бога. Это очень тонкие материи. Подожди, минуточку. Ты религиозен или нет? Ты знаешь, что Бог есть или не знаешь, что Бог есть? Религиозность не означает... Не означает... Минуточку. Я тебя спрашиваю, простим русским языком. Тогда я не религиозен. Тогда я не религиозен. Не религиозен. Ты оскорбляешь чувства тех, кто такие религиозен. Нет? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Значит, ты тоже не религиозен. Ну... Ну, ладно. Нельзя говорить. Вы определитесь. Вы либо крестом... Я тебе скажу еще раз. Бог есть или нет? В любом случае, как ложь. Ну и все. Но для тебя это не ювелирное украшение? Ты же видишь, что ты рюкни золотой. Это Бог есть. Так вот, шутя на техниках, как ложь. С темы Бога. Да. Ты оскорбляешь Бога? Ммм... Думаю, что нет. Нет. А чувства верующих ты оскорбляешь? Думаю, что да. Да. То есть ты не станешь шутить. Я делаю это очень осторожно, выбирая общество. Вот. Теперь можно я скажу? Но это нужно. Отлично. Я не принадлежу никакой конфессии определенной. Но в Бога верю глубоко. По что я пытался сказать тоже. Что я хочу сказать? Для меня он есть однозначно. Жизнь без Бога для меня бессмысленна, не нужна, отвратительно и постыдно. Это я себе говорю. Бог для меня есть. Теперь. Могу ли я шутить, рассказывать анекдоты на темы, так сказать... Рюдиозные темы. Да. Я могу. Могу. При этом я считаю, что Бога я не оскорбляю никогда и никак. Но я полагаю, что с такими анекдотами, шутками и карикатурами надо быть чрезвычайно осторожным, имея в виду, что ты оскорбляешь людей фанатично преданных той или иной идее. Поэтому здесь у человека, который рисует карикатуру на Иисуса, на Мухаммеда или на Буту, у него должна происходить внутренняя борьба. Выбор между свободой слова, который, безусловно, ему разрешает говорить все, что он думает. Да. И между возможностью обидеть другого человека. То есть вот что для этого конкретного карикатуриста важнее, отстаивание принципов свободы слова или отстаивание принципа «не делай другому того, чего не хочешь для себя». Вот, Юр, я хочу сказать две вещи. Вот я, да, если я нахожусь, и всякое бывает с нами, мы можем находиться в состоянии не очень здравого ума и не очень трезвой памяти. Но я, находясь в состоянии трезвого ума и отдавая себе отчет в том, где я нахожусь и что я делаю, я, будучи ярым приверженцем свободы слова, все-таки поостерегусь публично вышучивать, не друзьям, не близким людям, рассказывать какие-то анекдоты или острико религиозные темы, находясь в обществе людей, которых я знаю плохо. Потому что, будучи преданным свободе слова, я поостерегусь невольно задеть чувства незнакомых мне людей. Согласен. Это если я не пьян, не в эйфории, короче, если я не творю грубости, что со мной случается. Вот сам для себя, да, я вот делаю такой выбор. И считаю, что всякий художник, который вот рисовал карикатуры на пророка, да, он должен понимать, вот есть, так сказать, вопрос цены. Цены, что дороже, отстаивание принципов свободы слова или возможность обидеть другого человека. Вот и все. Вот тут он должен думать, выбирать. Вот мне так кажется. Нельзя бездумно такие вещи совершать. Вот все, что я хотел сказать. То, что я сейчас говорил, очень правильно по поводу того, что нужно щадить некие чувства. Вот я, как ты, наверное, помнишь, когда-то давно-давно был справ в газете «Путь», а потом когда-то создавал свое издательство, где у нас было три газеты, в том числе была одна юмористическая газета. Это был, сразу оговорюсь, 89-й год. Кто может помнить, что 89-й год? Да. С одной стороны, да. Олимс Фит. Да, да, да. Вот, с одной стороны, вроде бы руки развязались немного, с другой стороны, общество было совершенно не готово к определенному юмору. Вот мы постоянно находились на грани. Да. Вот, то есть мы позволяли себе шутить на политические темы, в первую очередь. Мы позволяли себе шутить на сексуальные темы, за что были биты правительственные прессы очень сильно. Да. Никогда не позволял себе шутить на религиозные темы. Ты не позволял? Не позволял, как главный редактор данного издания. Никогда не позволял. Мудро, на мой взгляд. Потому, хоть тогда еще не было такой безумной псевдорелигиозности, которая в общем сейчас была. Но именно, может, поэтому я тогда оценил ее больше, даже, чем сейчас. То есть ты не хотел никого обидеть? Нет. Я готов был обижать ханжей, которые там боялись говорить слово «писька». Вот. Но не был готов обидеть ханжей, которые крестятся в храме, а выходя из него, тут же обманывают ближнего своего. Значит, я вам скажу, вот у меня есть хороший товарищ. Какой бы он ни был, он странный, тогда люди его ругают. Смотрите, хороший товарищ. Зовут его Никита Джигурда. Он его товарищ? Ну да, давнейший товарищ. Да. И, короче говоря, многие вот там за что-то обсуждают. В том числе, сдают некое публичное заявление, которое происходит с действием. А я вот считаю, он эпатирует. Он делает ровно то же, что люблю делать я, да? Но он не переходит некой границы. Он никогда, если ты обратил внимание, не шутит на тему религии. Он готов там с письками, с сиськами, с матом, с чем угодно. Но никогда. Я об этом тебе и говорю. Для тебя эта тема настолько важна и сакральна, что ты предпочитаешь не обижать. Да, да. Не обижать. Я считаю, она более интимна, чем сексуальная тема. Согласен. Дорогие мои, а скажите мне, так ведь можно далеко зайти, например. Расскажи нам. Вы, отказываясь шутить на темы, на религиозные темы, не желая обидеть людей, которые искренне веруют в это, вероятно, шутите на другие темы с этими же людьми, обижая их в чем-то другом. Нет, Саш, подожди, вот смотри. Чем это лучше или хуже? Нет, лучше или хуже. Хрен, редьки, безусловно, слаще, но при этом чуть кислее. Вежливым надо быть всегда. О чем бы ты с человеком ни говорил, тем более с малознакомым, ты согласен, вежливым надо быть всегда, да? Не задевать, стараться в разговоре темы, которые с твоей точки зрения при разговоре с незнакомым человеком являются рискованными достаточно. Надо стараться всегда, да? Да. Это вопросы вежливости вообще. Мы почему вообще выделяем религию из всего этого? Да. Если ты в разговоре с незнакомым человеком, знаешь, был такой знаменитый диалог между Твардовским и Ардовом. Ардова познакомились, значит, с Твардовским, Ардов протягивает руку и говорит, Ардов, Твардовский морщится и говорит, какая неприятная фамилия. Ардов мгновенно находится и говорит, это потому, что нас оставляет ровно половину вашей. То есть кто-то в разговоре с незнакомым человеком проехался по его фамилии, национальности, внешности, обидел, обидел. Это, конечно, очень обидно. Но еще раз повторю, я не слышал, чтобы за это убивали. Или преследовали годами. Но почему выделяем религию? Вот эта тема настолько болезненна, что люди готовы десятилетиями выслеживать того, кто нарисовал карикатуру на Мухаммеда. Десятилетиями, Саша, столько не помнят ни оскорбления по поводу своего носа, ни оскорбления по поводу своей жены. Десятилетиями готовы выслеживать и убить в конце концов. Так долго длится кровная месть. Да, ну да, совершенно верно. Мы только по этому выделяем. А вообще-то ты совершенно прав. Обижать человека нельзя ни на какую тему. Вот тут насчет никакой темы, я как раз по этому поводу, мы много по этому поводу говорили. Я считаю, что, вот я всегда, это моя любимая, скажем так, не знаю, там, присказка и так далее, что я готов говорить на любые темы, которые доступны для моего собеседника. Мне лично, для меня запретных тем нет. Для меня запретными темами являются те, которые являются запретными для моего собеседника. Поэтому я обычно в нового человека долго въезжаю. Я очень осторожно, скажем так, примиряюсь. Какие темы с ним можно говорить? Я слушаю, вы очень внимательны, смотрю, очень внимательно. Мы не об этом говорим совершенно. Нет, почему? Нет, об этом тоже. Он говорит, почему нельзя говорить по религию, но может быть, по письму. Вы путаете все. Ну, давай. Можно сказать человеку сволочь так, что он тебя обнимет и поцелует. А можно сказать ему здравствуйте так, что он плюнет тебе поцелуя. Это мои любимые слова, но это все равно. Мы не о темах говорим. Мы говорим об интонации. Это совершенно разные вещи. Мы не говорим о запрете тем. Никто никого не убивает за то, что люди обсуждают тему ислама. Но за ту интонацию, которая кажется неподобающей, убьют обязательно. В конце концов, между суинитами и шиитами, течениями в исламе, разница только интонационная. Вот смотри, какая интересная вещь. Вот смотри, какая интересная вещь. У нас за карикатуры на пророка Мухаммеда стали убивать. За Иисуса пока не убивают. Нет, но за него убивали совсем недавно. Это вторая тема. Вот я просто хотел закончить с этим кругом. А потом попробовать порассуждать на тему, почему именно за оскорбление Мухаммеда. Почему именно исламисты так жестко. Я думаю, что если кто-нибудь нарисует на Христа, кстати говоря, Херлоф Биттруб, известный датский карикатурист, у него огромное количество икры. И на Христа, и на Саваофа. Огромное количество икры. Никто его никогда не убивал, не выгонял с работы, не поливал, не крыл. И даже, по-моему, римский папа никаких энциклит не выгонял. Да нет, но более того, в Хастере в свое время очень много публиковал этих карикатур. Вот у меня есть просто одна такая идея, мысль, почему именно вокруг Мухаммеда все это вернется. Здесь, на мой взгляд, очень важен вопрос топики Бога. Где находится Бог? Вот это очень важно. Вот если мы с вами возьмем только религии личностного спасения, ну, самые главные религии, ведущие, да, в мире, религии личностного спасения. Спросите у буддиста, где находится Бог. Буддист скажет, везде и нигде. Бог вездесущ, скажет буддист. Нет ни одной точки, где бы он ни был, и нет ни одной точки, которую можно было бы выделить в этом смысле. Спросите иудея, где находится Бог. Иудей покажет на свое сердце. Он скажет, вот здесь находится Бог. Спросите христианина, где находится Бог. Христианин скажет, в сердце каждого человека. Да, поняли разницу между иудаизмом и христианом? В сердце каждого человека. Да. Теперь спросите у мусульманина, где находится Бог. Он покажет на небо. То есть Ислам это единственная религия личностного спасения, которая отделяет Бога от человека. Она его отделяет даже топически. Бог находится вне человека, на небесах. Понимаете, да? Ислам, находящаяся вне человека, и всегда над ним, и давлеющая над ним, она только в Исламе. Понимаете меня? Поэтому вот мне кажется, что именно поэтому Ислам так болезненно воспринимает, да, что Бог это нечто такое, чего вообще нельзя касаться. Это такое, это вне, да? Это ко мне не имеет никакого отношения. Я могу только ползать на коленях, вообще под ним, да? Он находится на небесах. Вот мне так кажется. Потому что других причин для такого болезненного отношения я не могу найти. Может быть, это, кстати, смыкается с тем, что оценка личности, да, ничто по сравнению с оценкой Бога. Ну, совершенно верно. И поэтому, если бы он жил в человеке, то не так болезнен и, возможно, были опасны. Вот сейчас, собственно говоря, не рисуя карикатуры, ты уже оскорбил всех мусульманов. Совершенно верно. То есть ты уже оскорбил мусульманов. Хотя что я такого сказал? Понимаешь, да? Вот они крайне болезненно относятся к этому. Крайне болезненно. Только, на мой взгляд, потому, что выделяют Бога из человека. Что для меня, например, вот если Бога нет в моем сердце, то для меня религия вообще бессмысленна. Понимаешь, да? Я не могу установить никакую личностную связь с неким существом, находящимся вне меня, отделенным от меня. Ну, это, наверное, тоже вкусовщина. Это просто не близко тебе, но близко другому. Окей, так я же никому не мешаю. Я говорю о себе. Поэтому, мне кажется, что вот эта болезненность восприятия карикатурно-пророков, вот эта болезненность, что там Салман Ружди написал какие-то сатанинские стихи, там, да, вот не троньте, они как бы говорят, не троньте Бога, не смейте Его касаться, не говорите о Нем. Ну, может быть, и не надо, если это их так задевает, может быть, и не надо. А это первую тему сразу. Я же никого... Я еще раз хочу повторить, что вопрос шуток на религиозные темы. Вот я и говорю, что получается... Это вопрос колоссальной личностной ответственности. Вот я говорю, получается, что все-таки они виноваты. Другое дело, насколько велико те, кто позволял все шутить. Они не виноваты. У них произошел внутри себя личностный оценочный спор между свободой слова и нежеланием обидеть человека. И ценность свободы слова перевесила. То есть карикатурист, который рисует карикатуру на пророка Мухаммеда, он говорит, я уважаю людей, но свобода слова для меня важнее всего. Вот что он говорит. А человек, который отказывается шутить на тему об Иисусе Христе, он говорит, свобода слова, я ее обожаю. Но есть опасение, что высказывая свою личную свободу слова, я обижу другого человека. Я скорее ко второй категории говорю. И я. Потому что свобода слова вне человека, сама по себе свобода слова никому не нужна. Свобода в этой свободе не нужна. Это ерунда. Ерунда. Поэтому я-то считаю, еще раз хочу подчеркнуть, что 300 раз надо подумать, прежде чем в разговоре с незнакомыми людьми. Ты помнишь, мы с тобой рассказали друг другу анекдот про Иисуса? Помнишь? Да. Помнишь, говорит, папа, воротина. Помнишь? Мы не будем ему рассказывать, потому что там куча людей, кто может оскорбить. Да, мы не будем ему оскорбить. Да. Секунду. Значит, действительно, общаясь с людьми и не очень хорошо их зная, нужно быть осторожным. Это понятно, но это часть проблемы. Вторая часть проблемы, это именно, когда средства массовой информации, не обращаясь ни к кому лично, публикуют нечто написанное, нарисованное. Это немножко другое. Другое, да. То есть ты не знаешь, к кому ты обращаешься. Ты обращаешься к миру, милый город. И даже не в этом дело. Художник нарисовал это его свободное слово, а свободное слово издатель издаватель нет. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вот я, как издатель, не издавал. Вот. Издатель, в данном случае, вот если эта борьба должна происходить внутри художника, да, между свободой и словом, да, это первое, то какой же силы борьба должна происходить внутри издателя? В том-то и дело. Она должна быть, ну, на порядок, на несколько порядков более острой. И я еще раз хочу сказать, что на месте издателя любой газеты, выбирая между ценностями свободы слова и возможностями оскорбить миллионы людей, я бы остановился перед коммуникацией. Вот ты знаешь, вот сейчас совсем другая тема, но отчасти касательно, сейчас вот долгое время идет эта борьба, хотят все интернеты с мои признать к тому, что они отвечают за комментарии, которые у них много. И это правильно. Это правильно. Да, и это правильно. И более того, а я вообще внедрил бы принцип личной ответственности комментатора. Нет, это понятно, лично ответственность комментатора само собой. Тролли, все вот эти вот поганые. Нет, это ты возвращаешься к нашей уже теме, но вопрос не в этом. Просто сейчас получается то, что вот любой, как бы, некий сайт, это есть все равно, так или иначе, возможность публичного искаживания, да? И то есть ты, как владелец сайта, можешь удалить любой комментатор. Вот в данном случае я вот как раз за это, потому что я не хочу на своем предположенном сайте видеть комментарии, которые оскорбляют моих посетителей. Я вот, все религии мира, все религии мира, я свел бы к одной фразе. Не делай другим того, чего не хочешь для себя. Это да. Не думай о других то, что не хочешь, чтобы... Христианский постулат, между прочим. Он не только христианский, на самом деле. Ну да, согласен. Христианский, это написано даже, какими-то словами написано в документах всех религий личностного спасения. Но, вот, понимаешь, все религии мира сводятся как-то. Поэтому вот эта суперответственность должна быть. Однозначно. Я еще раз скажу сказать, если... Это же Достоевский сказал, да, что все, как он сказал, ничто на свете не стоит одной слезы ребенка. Это он сказал, да. Вот я хочу сказать, что никакое отстаивание свободы слова не стоит, на мой взгляд, вот такой огромной цены, как оскорбление потенциальное миллионов людей. Так вот, возвращаясь к нашему постулату, я хочу сказать, что, на мой взгляд, публикация каких-то текстов, карикатур, съемки фильмов, высмеивающих какую-то религию, какого-то святого, какой-то религиозный постулат, или иронизирующих над ним, уместно только в том случае, если данный конкретный художник, издатель, режиссер, убеждены в социальной, общечеловеческой, гуманитарной опасности этой религии и полагают, что во имя гуманитарных целей надо развенчать тот мрачный пафос или пафосный враг, который сопровождает эту религию. Вот и все. И это некий финал. Вот это цена, которую можно платить за такое. Все. Теперь я хотел бы услышать Грина Орлова. Есть ли у него кто-то финальное слово? Знаете, для меня по-прежнему вопрос, почему мы, говоря на эти темы, выделяем и крутимся вокруг религии, и по-прежнему, по большому счету, остается? Ну, Саша... Потому что убивают, да? Нет, Саша, не потому что убивают. Ну, ты сам говорил. Шкала сакральности. Шкала сакральности. Шкала сакральности вещь относительная. Сегодня такая, завтра такая. И мы не знаем все шкалы сакральности в душах каждого человека. Кого-то очень сильно обижают карикатурно-сексуальные темы. Очень сильно обижают. И я здесь не вижу разницы между одним и другим. Между карикатурой на религиозную тему, сексуальную или еще какую-то. И мне не нужна свобода слова ради свободы слова. Это действительно глупость. Но я хочу понять, где проходит грань. Кто ее проводит. И если она нигде не проходит, и никто не может ее провести, как можно о ней говорить? Очень просто. Эта грань проходит в душе каждого человека. Да, это камень и каждого. О ней можно говорить. Вот ты о ней говоришь, потому что эта грань проходит у тебя. По определенным параметрам. У меня по определенному. У Андрея по определенному. Я лично полагаю, что из всех убеждений человека, его отношение с Богом, я смотрю совершенно правильно, более интимная вещь, чем подробности его, так сказать, половой жизни. Это для него самое сакральное, что может быть на свете. И даже, кстати, если человек не верит в Бога, Саша, это тоже вера. Поэтому я считаю, что для человека сакральнее, чем вопрос его взаимоотношений с вечностью, с Богом, а в скобках, с самим собой. Потому что еще раз хочу сказать, что для меня религия имеет смысл тоже тогда, когда Бог и я не отделимы друг от друга. Так вот, я считаю, что, кстати, вот это интересная у тебя была даже не оговорка, а просто фраза о том, что ты поставил в один ряд отношения с Богом и отношения с Вечностью, я как-то считаю, что это разные вещи. Почему? Ну, нет, для тебя это так. Гради Бог. А для меня это... Да, именно эта тема возможна. Вот. Вот сейчас, я думаю, мы поставим многоточие, потому что мы уже очень много, надолго говорим. Тема, в принципе, о карикатурах. А там тоже Бог или Вечность? Да, нет. Тема о карикатурах, о юморе, в принципе, он так, значит, мы все выстилались. Степа в Донецкую. Поставили некое многоточие сюда. Вот. Сегодня мы были до невероятностей серьезными. Собственно говоря, мы, вот как видите, переоделись так странно. Вы думаете, вот вы сбегрили, переоделись на... Жарка, я вспотел, я имею в виду. Да, на самом деле все не так. Просто мы, записав уже целиком некую, скажем так, передачу про юмор или религию, вдруг, как говорится, столкнулись с темой новым событием, которое не могли обойти, потому что оно напрямую вложилось, скажем так, в контекст нашей передачи. За проектное искусство. Да, мы решили переписать концовочку, так сказать. Потому что так много говоря о том, какой был скандал с рисованием пророка Мухаммеда, и какие были убийства, увольнения людей и так далее. Вы как раз говорили, что вроде бы православная религия как-то себе не позволяет таких вот уж активных... И накололись. И накололись на то, что буквально тут же выходит суд, который длится аж две недели, с гигантским шоу, в котором буквально распинают двух людей, организовавших... Ну, я считаю, это довольно-таки интересную выставку. Ну, невинную во всяком случае. Ну, выставка и выставка. По крайней мере, точно они... Очень тактичную выставку. Причем они не предлагали, как Никита Михлаков, силком, там, не знаю, там, школьников куда... А? Что вы? Нет, нет, ваш голос очень нежен. Нет, спасибо. Хорошо. Да. Спасибо большое. Вот. И поэтому я вообще... Да можно сказать? Да, конечно, давай. Вот я просто считаю, что вот эти люди, которые стояли около суда с хоруглами, плакатами, распни его, долой его, расчлени его, убей его, да? Эти люди вот чисто конкретно боевики из отрядов Хамаса, Аль-Каиды и Хизбаллы. Тебе бы все на помойку свались. Да, вот в данном случае, в данном случае я увидел православную ипостась исламских боевиков. Вот абсолютно. Я, наверное, еще раз, уже тысячекратно, в принципе, в своей жизни повторюсь, я не вижу в этих людях никакой религии. Ни в Аль-Каиде, ни в тех, кто толпил в свои выставки. Совершенно верно. Я не вижу в принципе там религии. Правильно. Любая религия, прежде всего, призывает к любви, к смирению. Совершенно верно. Вот, еще как-то... Совершенно верно. Совершенно верно. И никаким образом... Мне вообще в этом плане как раз были дикие, в том числе и абсолютно христианские вещи, как крестовый поход, да? Да о чем таково это вообще? Инквизиция, да. То есть убить за Христа, который призывал на оборудок обратной вещи. Да ужас все это. Это очень сильно. То же самое можно сказать и про Мухаммеда, который... Ну, почитайте Коран. Короче говоря, да, мы хотим сказать, что гонения организаторов выставки «Запретное искусство» отвратительные, да? И что православная церковь русская, присоединившись так или иначе, правильно? Да. Она же присоединилась к этому приговору. Она по-другому сказала. Она повела себя чрезвычайно глупо, я вот так вот скажу. Очень далеко от религии себя подставила. Ну, вовы она давно уже себя ведет неумно. Но здесь просто это проявилось... Причем делала себя антипиар очень сильно в церкви. Но здесь просто это проявилось в какой-то чудовищной наглядности просто. Ну, я не знаю, больше... Вот, скажите, мне больше нечего сказать, честное слово. Это отвратительно. Мне есть сказать одну простую вещь, что я присоединяюсь... Я не помню, кто это сказал, но сказал одну такую фразу, которую, наверное, стоит повторить, что судить художника за его творение может, наверное, только человеческое мнение. Насколько оно хорошо, нехорошо, интересно, неинтересно. Судить его с точки зрения какой-то религии... Ведь они силком не тащили никого. Они, как Михалков, не предлагали школьников на просмотр все это дело в один класс самих. Хочешь, купи билеты, приходи. Не хочешь, не приходи. Я не хожу во многие выставки, которые мне неинтересны. То есть нужно было захотеть, чтобы оскорбиться. Да и дело. И там не просто... И там система-то какая-то. Там надо было еще по лестнице подняться, бчелочку смотреть на все эти вещи. А потом начать кричать. Да, да, да. А потом начать кричать, как мне плохо. Друзья мои, а чем вы говорили? Это все не имеет никакого отношения ни к религии, ни к искусству. Это повод. А имеет отношение к чудовищным личностным комплексам человеческим. Я провожу прямую параллель между этим скандалом, когда был уволен главный редактор газеты в связи с мусульманскими событиями, когда был убит режиссер и так далее. Я провожу к реальному судебному сроку, которого дали двум организаторам художественному суду. Им не дали судебный суд. Нет, им штрафом наказали. Ну, хотели дать все. Но это не важно. Не важно. Хотели дать три года. Хотели дать три года, да. Не важно. Обвинительный приговор. И это отвратительно. Нормальным судом, обычным судом. Не церковным судом, а гражданским судом. И вот это еще один ответ. В абсолютно не религиозном обществе. Ну, у нас же, да. В светском обществе. И вот это еще один ответ этой проблемы. О том, как светский суд реагирует на подобные процессы. Вот в том-то и дело. Как он ничтоже сумняшится, выносит обвинительные заключения и не самые безобидные. Да. Мне вдруг, знаете чего? Верхи не могут, не хотят. Или как там, я не помню. Короче, наша церковь не может отделиться от нашего государства. А то же государство не хочет ее отделить. А не нужно. Ну, секундочку. Понимаешь, что делать? Это невозможно по одной простой причине. Потому что тогда были коммунисты, была идеология КПСС, коммунизм и так далее. Они были в едины. То есть управление государством в идеологии. Сейчас Единая Россия не является себе идеологией, которую можно заменить КПСС. А церковь, тогда иначе, это мощная идеология, которая охватывает огромную аудиторию. И поэтому слияние государства и церкви, оно в принципе, ну, оно логично в данном случае. Я не соглашусь с тобой, ну, вот в чем. Есть идеология, и она очень близка. Единая Россия говорит, родина или смерть, а церковь говорит, православие или смерть. Ну, исходится на смерть. Да. И исходится на смерть. Я маленько о другом говорил. Я говорил о том, что Единая Россия не может вести с собой огромную аудиторию. Слушай, о чем мы вообще? Да, мы уже не о том. Пошли они к Аллаху, вот к их Аллаху, вот к такому, каким они его ресурсили. К Лешему лучше. К Лешему. Что они к Лешему? Короче говоря, друзья мои, не уподобляйтесь. А я даже на какое резюме подвести? Я не говорю, можем ли мы шутить по поводу... Можем. Я лично буду. Не уподобляйтесь, да не уподобля... Всего доброго. Будете. И чтобы была хорошая погода. Ой, да. И тепло, как сейчас. Тепло, как сейчас. Всегда и везде. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok